В Пеновском муниципальном округе Тверской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД выявили факт незаконной рубки деревьев различных пород. По данным оперативников, 37-летний индивидуальный предприниматель из Осташково нанял людей, предоставил им специальную автотехнику и, не имея разрешительных документов, организовал вырубку 139 сосен, 397 елей, 46 берез и 29 осин в лесном массиве вблизи поселка Жукопа. В результате противоправных действий мужчины незаконно вырублено порядка 770 кубометров леса, чем государству причинен материальный ущерб на сумму более 11 миллионов 800 тысяч рублей. Подозреваемого задержали сотрудники УАЭБПК регионального управления МВД России при силовой поддержке спецподразделения. В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, черновые записи, касающиеся противоправной деятельности, а также 16 единиц транспорта для перевозки и заготовки древесины. Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого, избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу. Расследование продолжается. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание гражданам. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережение, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить с правоохранительных органов. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим.